Пушкин Увидел сегодня, а сегодня это 11 ноября 2020 года, увидел строчку в Яндексе о хайполупе, определенном достижении техническом этого британского миллиардера. Ну и нашел на ютубе ролик. Наверное, об этом поговорим. Будем использовать преимущества офиса, школы. Мы почитаем за диктором, попрактикуем язык и заодно, может быть, какую-то полезную информацию для себя найдем в этом ролике. И единственное, что я знаю о Ричарде Брэнсоне, это его далеко не первый проект. Я знаю, что Virtual Galactic, его проект «Катать туристов в космос» пока не вышел на стадию каких-то практических результатов. И более того, была катастрофа. Так что пока он туристов в космос не катает. Ну вот, пытается что-то еще придумать. А, окей, so let's get started. I'm tuning down the volume. It's just a background sound. Сделаю его просто фоном каким-то. Окей, turn down the volume more. And let's get started. Richard Branson's Virgin Hyperloop has completed the world's first passenger ride on a high-speed levitating pod system. Окей, Richard Branson's Virgin Hyperloop has completed the world's first passenger ride on a high-speed levitating pod system. Итак, Richard Branson's Hyperloop завершил первые испытания платформы. Платформа, которая levitates, поддерживается в левитации, в состоянии левитации. То есть, практически платформа не касается Земли, не касается каких-то других плоскостей. It's an ultra-fast form of transportation, propelled by magnetic levitation. The same technology used in high-speed bullet trains. It's an ultra-fast form of transportation, propelled by magnetic levitation. The same technology used in high-speed bullet trains. И это платформа, которая движется на ультраскорости. И продвижение платформы обеспечивается магнитной левитацией, подвеской магнитной. Это такая же технология, которая используется в скоростных поездах. Hyperloop envisions a future where floating pods packed with passengers and cargo will hurtle through vacuum tubes at speeds of 600 miles per hour or faster. Hyperloop envisions a future where floating pods packed with passengers and cargo will hurtle through vacuum tubes at speeds of 600 miles per hour or faster. Итак, Hyperloop предполагается, что он будет лететь. Будет лететь эта платформа с пассажирами или с грузом. Будет лететь через вакуумный туннель. И скорость полета это 600 миль в час или больше. Значит, это 600 миль, но это 700 километров в час или больше. То есть, практически скорость полета самолета. Окей, good. Sunday's safety test was a key step toward making that possible. И воскресная проверка на безопасность это ключевая проверка по направлению проекта, чтобы сделать его реальным. И компания объявила в воскресенье, что они достигли скорости 107 миль в час. Компания, которая расположена в Лос-Анджелес. The company has previously run over 400 tests without human passengers at its testing site in Las Vegas, Nevada. The company has previously run over 400 tests without human passengers at its testing site in Las Vegas, Nevada. Компания уже совершила более 400 тестов, но все они были без пассажиров. И это происходило в тестовом центре Лас-Вегаса в Неваде. Но это был первый тест, который реально переносил пассажиров. Hyperloop executives Josh Giggle and Sarah Lucian. Она перевозила эту платформу менеджеров, Джоша Гела и Сару Личан. The company's chairman called the test historic, as they hope to transform human and cargo transportation. И председатель компании назвал этот тест историческим, так как они теперь намерены перевозить людей, а также грузы. A magnetic hyperloop system would be twice as fast as a commercial jet and four times faster than a high-speed train between New York and Washington, D.C. Итак, Hyperloop в два раза быстрее, чем коммерческий jet, чем коммерческий самолет, и в четыре раза быстрее, чем скоростной поезд между Нью-Йорком и Вашингтоном. Canada's Transpod and Spain's Xeleros have built similar transportation technologies, hoping to slash travel times, congestion, and environmental harm linked to gas-guzzling machines. Подобные системы разработаны в Канаде и в Испании. По таким же технологиям идут эти компании в этих странах, надеясь резко снизить время в пути, а также причинение ущерба окружающей среды. Virgin Hyperloop has said they aim to be safety certified by 2025 and running commercial operations by 2030. Virgin Hyperloop has said they aim to be safety certified by 2025 and running commercial operations by 2030. И компания заявляет, что их цель является получение сертификата безопасности к 2025 году, а также начало коммерческой эксплуатации к 2030 году. And in the future, будет и через агенту и в природу. Это было очень весно. Спасибо за субтитры, что вы видели, что вы думаете, что вы думаете, что вы можете связаться с нами. Мы учитывали на языке, учитывали на фоне, учитывали на языке, учитывали на языке, учитывали на языке. И я надеюсь, что вы ذели много гаун, потому что это, возможно, действительно интересно для вы. Я надеюсь, и я говорю тебе спасибо. Я желаю вам лучшего. Пока-пока. Алекс, The School of English in Pushkin.